Водитель легковушки погиб на месте, у других пострадавших ушибы и переломы. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Авария произошла на дороге Одесса-Кучурган около половины четвертого. Очевидцы рассказывают, легковая «Тойота» неожиданно свернула со своей полосы прямо под колеса встречного грузовика. Прошла машина, легковая машина, резкий вираж и встречная фура. Фура ушла на обочину, они его там ударили. И уже фуру, конечно, перевернула. После столкновения фура перевернулась и врезалась по встречную маршрутку. Полный бус пассажиров ехал из Одессы в красные окна. Водитель чудом ушел от удара лоб в лоб. Увидел, как движется ему навстречу уже опрокинувшийся грузовой автомобиль. Принял все меры, ушел вправо, но избежание столкновения. Единственный погибший – водитель легковой «Тойоты». Мужчина умер на месте, ему было 30 лет. Еще 9 человек попали в больницу с ушибами и переломами. Среди них беременная женщина на середине срока. Поступило к нам 8 человек. Двоих мы госпитализировали, остальные отказались от госпитализации и уехали по домам, потому что все иногородние. Ушибы, переломы, ссадины, резанные раны, как стекло осыпалось. Беременная женщина госпитализирована под наблюдение. В любом случае она оставлена в отделении. Состояние вроде бы как ничего не угрожает, но тем не менее она оставлена в отделении под наблюдение дежурного доктора. По словам врачей, жизням пострадавших сейчас ничего не угрожает. Константин Гак, Константин Длужневский, 7 канал. Жители села Детской области, Выпасного и Сухолужья вышли протестовать под Белгороднестровскую райадминистрацию. Люди говорят, что у них слишком высокие тарифы на воду. Они требуют, чтобы от снабжения питьевой водой отстранили предпринимателя, который оказывает эти услуги. Больше об этом смотрите в наших следующих выпусках. Пункт пропуска на Украино-Молдавской границе в Паланке к 2018 году будет отстроен по самым современным методикам и стандартам. А контроль сделают общим. Украинские молдавские пограничники и таможенники планируют работать сообща. Сегодня в пункте пропуска символически заложили камень, фундамент нового пограничного поста. 4,5 миллиона евро на работы дает Европейский Союз, еще полмиллиона – Молдова. После окончания строительства пункты пропуска в Маяках и Удобном ликвидируют, значительно упростив проезд по трассе Одесса-Измаил. Нельзя говорить, особенно в Паланке, нельзя говорить о проблемах. Есть, конечно, здесь несколько очень практических вещей. Почему, если можно через эффективность получить эту услугу один раз, иметь этот контроль один раз, почему надо иметь два контроля? Мы тоже знаем, что на этой стороне границы есть дорога, которая объединяет две части Украины, которая сейчас пойдет через контрольные пункты, но их будут снимать. Это уже облегчает жизнь людей в этой стороне. Оперативное обследование малышей, безболезненный анализ крови и качественная диагностика. Все эти услуги предлагают врачи в новом педиатрическом отделении, которое откроется 1 июня на базе Одесского областного консультативно-диагностического центра. Больше знает Ирина Степко. Маленький пациент Натань не боится сдавать кровь из пальца. Признается, здесь эту процедуру делают безболезненно. Теперь все малыши будут иметь такую возможность и не боятся людей в белых халатах. Ко дню защиты детей на базе областного диагностического центра откроют педиатрическое отделение, в котором будут оказывать консультативно-диагностическую помощь детям из Одесской области и ближайших районов города. На базе нашего центра с помощью отделений, это лаборатория, ультразвуковая диагностика, компьютерная томография, в педиатрическом отделении будет вести прием врач-педиатр и лор-врач, которые будут давать назначение, ставить диагноз, и дальше будем решать, какое учреждение профильное будем отсылать ребенка с диагнозом. По словам начальника управления здравоохранения Одесской областной государственной администрации, такое отделение необходимо в области для того, чтобы разгрузить детскую областную больницу. Туда за амбулаторной помощью в выходные дни обращаются около 120 человек. Областное управление здравоохранения проанализировало эту ситуацию, решило на базе областного диагностического центра сделать очень нужную для наших жителей такую вот медицинскую услугу, и организовать в вечернее время и в выходные дни работу педиатров, лор-врачей. В диагностическом центре работает лаборатория, которая даст возможность сделать биохимические и клинические анализы из одной лишь капли крови. А современный компьютерный томограф, педиатр и отоларинголог будут работать в вечернее время и в выходные дни. В отделении будут принимать детей от 3 до 18 лет. В ботаническом саду Одесского национального университета имени Мечникова зацвели пионы. Именно местная коллекция этих цветов является второй в Украине по количеству видов. О цветении и процветании сада, которому скоро исполнится 150 лет, расскажет Наталья Костенко. Людмила Левчук показывает цветущие пионы ботанического сада университета имени Мечникова. Здесь можно увидеть 90 сортов этого растения. Некоторые привезены из других стран, другие считаются исконно одесскими. Те красные вишневые, вот такие вишневые пиончики, это сорт называется одесский, одесский ранний. В принципе, это такой очень любимый одесситами сорт, он очень-то красиво очень выглядит. Сегодня коллекция университетского ботанического сада насчитывает более 4000 разновидностей растений – цветов, кустарников и деревьев. Некоторые высадили совсем недавно, другим уже перевалило за 100 лет. Например, этому дубу больше 180 лет. Он является центром ботанического сада, потому что именно к нему ведут все дорожки. Формироваться этот ботанический сад начал еще в 19 веке. Невероятными усилиями сохранить уникальное царство растений удавалось даже во времена революции и войны. А два года назад его очень повредил ураган, но сотрудники не сдались. В этом году провели очень большую работу по высадке именно молодых растений. То есть у нас высажены сакуры, новые сорта, у нас несколько лет мы уже собираем коллекцию магнолий. Окунуться в мир растений – неповторимую историю сада может каждый. Цена удовольствия по сегодняшним меркам символична. На территорию, где можно гулять в течение всего рабочего дня, входной билет детский, студенческий, семь, взрослый – 15 гривен. Если это экскурсия, то добавляется 12 гривен за экскурсионное обслуживание. А в последнее время здесь стали проводить фестивали. Один уже состоялся в апреле. Следующий, день в саду, пройдет 27-28 июня. Еще один планируют на последние выходные сентября. Почти 150-летний ботанический сад находится на финансировании университета. Денег, говорят, достаточно. Но есть и проблемы. Например, оранжерея с пальмами стоит без стекол. Ее каждую зиму затягивают пленкой. Пока сохранить теплолюбивые растения получается. Но стекла нужны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова